МАГДАНСКАЯ ГОРОДСКОЙ ДУМА Сотрудники комбината зеленого хозяйства продолжают убирать Магадан после осадков. Задействовали 20 единиц техники и 50 человек. 46 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выявлено в Магадане за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области на COVID-19 обследовано 100 957 человек. За весь период пандемии заболели 5 199 магаданцев. С выздоровлением выписано 4009 колымчан. Роспотребнадзор информирует о том, что необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры. В общественных местах следует надевать маску, перчатки, пользоваться антисептическими средствами и чаще мыть руки с мылом. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. 21 человека в новый состав общественной палаты утвердили депутаты Магаданской городской думы. Представители спорта, политических партий, здравоохранения, образования и других социально значимых сторон общественности будут представлять интересы жителей города. Сейчас в общественной палате предстоит собраться на свое организационное заседание, на котором будет избран председатель. И в дальнейшем уже общественная палата как полноценный орган будет работать в интересах жителей города Магадана с теми проблемами, которые выходят на первый план. Также депутаты переизбрали участников избирательной комиссии Магаданской городской думы на следующий период в пять лет. По словам Сергея Смирнова, важность наличия этого муниципального органа обуславлена тем, что впереди ожидаются выборы губернатора региона, а также возможные довыборы депутатов в городскую думу. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Магадане глава областного центра Юрий Гришан провел рейд по школам. Среди них гимназия номер 30. Городоначальник проверил, насколько школы готовы к проведению очных занятий в условиях пандемии. Сейчас ученики закреплены за определенным классом. Учителя сами приходят к ним на уроки. Это профилактика COVID-19. Мэр Магадана призывает всех учащихся соблюдать противоэпидемиологические меры в целях предотвращения заболевания коронавирусом. Болеть до конца еще не исследуем, какие могут быть последствия. Поэтому я призываю к тому, чтобы от этого коронавирусного диссидентства отойти. И то, что просим сегодня соблюдать, в плане рекомендаций, мы хотели бы, чтобы дети не болели, не нанесли заболевания. Еще вам сказать, что, конечно, молодежь меньше подвержена, но вы являетесь контейнером по переноске инфекций из семьи в семью. Для работы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях соблюдаются все санитарно-гигиенические требования, утверждают специалисты. В первую очередь, это наличие антисептиков и рециркуляторов воздуха. В каждом детском саду они уже установлены. В школах завершается их монтаж. Обязательно проведение термометрии для всех, кто посещает учреждения. Школы все оснащены тепловизорами. Есть стационарные, есть ручные. Также имеется в достаточном количестве бесконтактных термометров. И самое главное – это проведение гигиенических мероприятий со стороны всех сотрудников, в том числе старшеклассников. Организация образовательных процессов так, чтобы дети у нас максимально не пересекались, в том числе и при приеме пищи у нас на пищеблоках. За прошедшую неделю количество заболевших педагогов и детей резко сократилось, утверждают эксперты. Все школы вышли во вторую четверть и работают в очном режиме с соблюдением санитарных норм. В системе дошкольного образования ситуация тоже стабильна. На сегодняшний день закрыты на карантин только четыре группы. Постоянно проводят видеоконференц-связь с руководителями учреждений, утверждают сотрудники Департамента образования мэрии Магадана. К ним присоединились работники Министерства образования и Департамента образования. По словам Светланы Калмогоровой, совокупность всех этих методов позволит в нормальном режиме функционировать образовательным учреждением города. В Магадане устанавливают новые контейнеры для мусора. Делают это в рамках государственной программы «Колымы» развития системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области. На обновление площадок выделили 7,5 миллионов рублей. Для города приобрели 335 баков, из них 218 металлические, 117 пластиковые. Кроме того, региональный оператор и комбинат зеленого хозяйства совместно ремонтируют площадки и устанавливают контейнеры. Учреждение занимается этой работой уже второй год. С тех пор, как многие площадки стали муниципальными, и муниципалитет обязан их восстанавливать, ремонтировать и вообще за ними ухаживать. При плане на начало года 11 контейнерных площадок учреждение возрос до 35. 27 контейнерных площадок уже отремонтировано, реконструировано где-то, сделаны они буквально заново. Осталось небольшое количество, и несмотря на отрицательные температуры, сотрудники учреждения продолжают работу. Я думаю, план, поставленный перед нами, будет выполнен. По словам сотрудников регионального оператора, магаданцы часто выставляют ненужную мебель на контейнерные площадки. А это запрещено, потому что мусор крупногабаритный. Начинается завал баков и территорий возле них. Большие отходы должны храниться по-другому. Все эти отходы у нас должны складироваться в определенной емкости, так называемые бункера. Они расположены у нас в городе по 14 адресам. Этот список будет расширяться. Я думаю, что в следующем году мы будем приобретать еще дополнительные бункера, чтобы их стало больше, и крупногабаритные отходы можно было складировать туда. Также завалы происходят из-за того, что контейнерная площадка рассчитана на одно количество жильцов, а в доме намного больше людей. Кроме того, некоторые магаданцы выносят строительный мусор в те же баки. Специалисты просят не засорять территорию некоммунальными отходами, потому что в обязанности служб их вывоз не входит. 12 ноября в Магадане прошла 11-я отчетно-выборная конференция Магаданского областного союза организаций профсоюзов. На ней члены организации выступили с докладами, в которых осветили важные проблемы Колымы. Главное из них – массовый отток населения в центральные районы страны. Мэр Магадана Юрий Гришан отметил три задачи, которые необходимо выполнять, чтобы люди оставались в нашем регионе. Не будем говорить ничего нового. Очень важно на севере получать достойную заработную плату, которая бы компенсировала нам все те затраты физические, которые несет человек. Это задача работодателей. Вторая задача, которая перед нами стоит, чтобы люди, которые сюда приехали, чтобы радовались тому общественному пространству, тому городу, в котором они живут, и тоже это должно их удерживать. И третья – это зависит от работодателей власти, чтобы человек видел свои перспективы. Всего было заявлено 38 делегатов. В своих выступлениях они осветили основные проблемы Колымы и предложили пути их решения. Я вам назову несколько проблем, наиболее важных и которые прозвучат сегодня в отчетном докладе. Мы считаем, что необходимо предпринять усилия для того, чтобы сдержать отток населения. Чтобы этого не произошло, вот этого оттока, который, к сожалению, сегодня у нас есть, конечно, надо улучшить качество жизни. Что такое качество жизни, мы тоже понимаем с вами. Это решить вопрос с высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, с высокими ценами на продовольствие, на медикаменты. По словам специалистов, такие программы, как дальневосточный гектар и льготная ипотека, решают задачи с оттоком населения. Но при дороговизне жизни здесь сложно задержать людей, утверждают члены профсоюзной организации. По словам Николая Махонькина, если решить эти проблемы, то магаданцы перестанут уезжать в центральные районы страны. Сотрудники комбината зеленого хозяйства продолжают убирать магадан после осадков. Задействовали 20 единиц техники и 50 человек с ручными инструментами для недоступных машинам мест. Очищают тротуары, лестницы, межквартальные проезды, подъезды к контейнерным площадкам. Специалисты рассказывают, что сложности иногда возникают с припаркованным транспортом. По сложности бывают иногда в припаркованном автотранспорте, который мешает, но обычно оперативно его убирают либо на следующий день нам приходится возвращаться на это место и дорабатывать его. Сейчас производится первичная очистка, а именно в один проход делается лестница не в полный размер, чтобы максимальное количество охватить их в минимальное время. В дальнейшем оно будет все дозачищено, от бордюра до бордюра, все лестницы будут вычищены и безопасные для пешеходов. Сотрудники комбината зеленого хозяйства ведут работы, пока закрепленная за ними территория не будет полностью очищена. Однако специалисты напоминают, не весь Магадан находится в зоне ответственности КЗХ. Одним из основных мест работы предприятия являются общегородские территории, места массового пребывания граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин